Всем привет! С вами VideoShopper.ru. Большинство людей, увлекающихся мобильной техникой, ждут выхода новых флагманов. И мы постоянно делаем на них обзоры. Но сегодня другой день, и в нашем обзоре будет бюджетный смартфон от компании Samsung, да еще и на две сим-карты. Название данному девайсу Samsung Galaxy J1. Этот смартфон невысокой ценовой категории, но с приятными внешними данными. Что у него внутри, мы сейчас и узнаем. Итак, комплектация. В небольшой оранжевой коробочке лежит сам J1, зарядное устройство, наушники и документация. Напомню, что только в нашем магазине VideoShopper.ru в том случае, если в течение 14 дней телефон вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Итак, смотрим на сам смартфон. Внешне он выглядит очень компактно и даже, скажу, очень симпатичным. Материал корпуса пластик, на лицевой части по периметру проходит металлическая окантовка. Тыльная сторона матовая и отпечатки почти не собирает. По размерам J1 получился компактным и легким. В руке лежит отлично и пользоваться одной рукой будет легко. К сборке претензий нет, ничего не люфтит и звуков не издает. В верху лицевой стороны находится фронтальная камера, датчики и динамик. В нижней части кнопки управления. Кнопка включения находится на правой стороне, на левой качелькой регулировки громкости. Разъем для наушников разместился на верхнем ребре, на нижнем USB разъем. На тыльной стороне видна основная камера, вспышка и звонковый динамик. Сама же крышка съемная, снимается очень легко и под ней спрятались слоты под сим-карты и карту памяти. Сама батарея тут съемная. Ее емкость 1850 мАч. Сумасшедших результатов она, конечно же, не показывает, но и в грязь лицом не ударила. В реале при нормальной загруженности смартфон способен проработать около суток. Есть режим экстремального энергосбережения, где экран уходит в темные цвета и ограничивает многие функции. Samsung Galaxy J1 получил TFT-экран диагональю 4,3 дюйма с разрешением 480 на 800 точек. Яркость экрана регулируется только вручную. В настройках нет ничего увлекательного. Тут можно включить параметры на улице, автоповорот, заставку, размер и стиль шрифта. Цветопередача и контрастность экрана средние, как и углы обзора. Яркости вполне достаточно, но при ярком солнечном свете читаемость не очень. Сердце смартфона – это двухъядерный процессор Spiadrum SC8830 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Оперативной памяти 512 МБ, что, несомненно, даже для бюджетника маловато. Собственной памяти всего 4, но за счет карты памяти microSD ее можно увеличить еще до 128 ГБ. К сожалению, пройти тесты на данном смартфоне не получилось. При подходе к 80% он просто вылетает. Причем это относится к большинству смартфонов данной модели. С требовательными играми смартфон справляется плохо, а вот с более легкими все хорошо. Ну что говорить, смартфон все же бюджетный и требовать от него суперрезультатов не стоит. Что касается операционной системы, то аппарат работает на Android 4.4.4 KitKat с фирменным интерфейсом TouchWiz. Плавность интерфейса невыдающаяся, имеются небольшие подергивания. Рабочих столов всего 5. Есть возможность группировать ярлыки по папкам для экономии места. Из коробки доступен полный набор приложений от Google, а также файловый менеджер, калькулятор, FM-радио, диктофон. В настройках каких-либо режимов жестов или других интересных примочек нет. Камер 2. Фронтальная на 2 Мп с записью видео 480p. Основная на 5 Мп со вспышкой, автофокусом и возможностью записи видео в разрешении 720p. При работе с фронтальной камерой имеется возможность делать снимки жестом ладони. В настройках можно настроить экспозицию, выставить ISO и баланс белого. Также есть режимы ретушь, панорама, ночь, спорт и другие. Вот на что способна камера G1. Продолжение следует... Напомню, что только в нашем магазине video-shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней телефон вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию. Без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Из коммуникационных возможностей имеется Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS. Ну, будем подводить итог. Если вы не гонитесь за техническими характеристиками и всякими примочками, Samsung Galaxy J1 возможно вам и подойдет. Этот смартфон не обладает суперспособностями, но и его цена на рынке этому подтверждение. Конечно, с конкуренцией он не справится, так как за такие деньги есть, что посмотреть и получше. За что могу поставить плюс, так это за наличие двух сим-карт. В остальном, все очень скромно. С вами был видеошопер.ру. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и, конечно же, ставьте лайки. Удачи в выборе. Пока!